Работа в нашем городе Ранья Иманалина Работаем с 1998 года У нас старейшее в городе агентство Я считаю, что самое лучшее агентство Работаем мы уже больше 10 лет Хочу обратиться немножко к истории Как мы начинали Начинали мы в довольно-таки трудные времена 1998 год Все предприятия, фабрики закрывались Не было рабочих мест Все на рынке торговали По сравнению с сегодняшним днем Конечно, ситуация была намного хуже И вот пришла в голову идея Открыть агентство Мы практически с Олег Юрьевичем Вместе открывали это агентство Развивались вместе На тот момент вы работали? На тот момент нет Видимо, от этого пришла идея Пришла идея, возникла необходимость Что-то делать надо было И открыли такое кадровое агентство Конечно, начинать было очень трудно Ходили по предприятиям Предлагали свои услуги Возьмите у нас работников Потому что соискателей было очень много Возьмите у нас работников Вот это такой замечательный работник У него такой стаж Он такой специалист замечательный Работодатели, конечно, скептически Очень относились к кадровому агентству Потому что говорили Что зачем мне нужны ваши услуги Я сейчас пойду, свистну И у меня выстроится очередь со забором Я любого возьму Вот тыкну пальцем И возьму любого работника Зачем вы мне нужны? Но со временем ситуация стала меняться Сейчас, конечно, работодатели Обращаются сразу в кадровое агентство Многие работодатели обращаются в кадровое агентство Не давая объявления средств массовой информации Так проще, так удобнее Потому что так удобнее, да То есть обратился в кадровое агентство Обговорил условия работы Требования к кандидатам Описал требования к кандидатам И агентство предоставляет необходимых ему работников Не надо отвечать на звонки бесконечные Которые звонят по объявлению Потом вакансия уже закрыта А звонки продолжаются еще месяц Поэтому многие работодатели Сейчас обращаются напрямую в агентство И мы работаем практически Со всеми предприятиями в городе Которые у нас есть И я считаю, что предприятиям очень удобно Ну скажите, можно доверять вообще агентствам по трудоустройству? Или нужно смотреть тоже на опыт работы? Сколько у него на рынке? Да, безусловно, надо смотреть Ну я считаю, что это все-таки рынок То есть мы живем по рыночным отношениям И условия диктует рынок То есть когда человек идет на рынок Покупает себе ту же самую там обувь Либо фрукты Он же не покупает у первопопавшегося Вообще рекомендуем пройти, посмотреть, сравнить Отношения, уровень профессионализма Что предлагают Если приходит человек и говорит Все, без разговоров Завтра у вас будет работа Зарплата у вас будет не меньше 150 тысяч Платите деньги Люди покупаются То есть они получают в принципе то, что Зачем шли за обещаниями Работы пока еще нет, только обещания Но они получают, скажем, такую песню красивую Сказку Вот, покупаются А потом говорят, вот какие агентства плохие Они все на людей дурачат То есть это бывает очень часто Вот вы сказали, что часто на данный момент Пользуются организации вашими услугами Насколько мы знаем Это не только активистские компании Но и из ближнего зарубежья, да? Конечно И из дальнего Из дальнего Да А вот чаще организации С какими требованиями к вам приходят? То есть какие специальности они Какие специалисты им нужны? Какого профиля? Ну все зависит от профиля предприятия То есть чем компания занимается У нас на рынке либо услуги, либо торговля, либо производство Нефтяники Есть специалисты, которые в дефиците? Конечно, технические специалисты, их не хватает А еще, скажем, сложнее, наверное, со специалистами технического уровня Но которые бы, предположим, еще имели бы дополнительные навыки Там инструменты, допустим, знания английского языка Или немецкого То есть не просто переводчик или немецкого Сейчас тоже немецкие компании заходят к нам активно Там нужно знание и языка, и, в общем-то, быть специалистом Опыт работает, точнее, тоже Ну, специалист, то есть он, допустим, он электрик Но в то же время владеет английским языком Странным языком Да Или он, допустим, не просто инженер по ТБ Координатор по ТБ Но он еще владеет также языком Потому что внедряют менеджмент или там какие-то вот Руководят процессом работы иностранные специалисты Чем водить с собой переводчика Проще напрямую, чтобы был контакт, общаться с этим человеком Какие вакансии сейчас на данный момент есть? Ну, это долго перечислять Ну, общими технории Нет, наиболее востребованы бухгалтера Наиболее востребованы Ну, опера экономисты, да Мы уже вот два месяца ищем переводчика немецкого языка Парня надо И найти не можем У нас есть телефонный звонок Может быть, это переводчик Доброе утро Здравствуйте, как зовут вас? Алло, здравствуйте, Гуля Вот я в охранное агентство обращаюсь Вот несколько раз я устраивалась по агентству Вот месяц от работы работодатель Вот он говорит, вы мне нам не устраиваете Нам не надо Мы своих возьмем и до свидания Почему так работодатели делают? И почему они так заключают договоры? Вот это мне интересно Можно спросить, какая специальность? А специальность у вас какая, Гуля? Вот мы вот посудомощи, технички Вот так мы устраивались Например, или дворники Вот не на полный рабочий день Они выгоняют нас Почему? Трудно сказать, что за предприятие Да, может быть, где-то там экономят деньги Но нормального работника, да, нормального Никто, никакой нормальный работодатель не уволит Предприятию просто невыгодно без конца менять работника Потому что как-то, если человек пришел, устроился на работу У него, во-первых, какая-то стажировка Есть испытательный срок Он какое-то время занимает, что он вникает в эту работу И без конца менять И от этого тормозится процесс работы Если без конца будут менять работников Поэтому я не знаю, тут конкретно в чем причина Рассматривать индивидуально, наверное, слушай Конечно, да Вот мы говорили, что у вас в компании к вам приходят И ищут в основу бухгалтеров, экономистов А кто соискатели, какие специальности приходят к вам? Очень разные соискатели То есть есть и бухгалтеры без опыта работают То есть есть молодые выпускники Вчерашние выпускники, которые только окончили учебное заведение Там практики никакой нет Опыта работы ноль И, в общем-то, они тоже имеют право на работу С ними сложнее в том плане, что Ну, если нет, конечно, высоких амбиций Выпускники некоторые считают, что Раз у них есть диплом, предположим, о высшем образовании Что деньги были потрачены на образование Правда, не они платили, родители платили То, значит, они обязаны получить работу Им обязаны предоставить работу Чтобы зарплата была не ниже, там, предположим, 100 тысяч Ну, извините за мизерный опыт Или вообще отсутствующий опыт работы И такая зарплата, это, конечно, несоответствие Ну и как вы их опускаете на землю? Ну, приходится приземлять, да, то есть беседовать, убеждать Не хотят снижать планочку Правда, потом опять все становится на свои места То есть проходит какое-то время Понимает, что предложений нет Все-таки доходит как-то до сознания Что надо реально смотреть на вещи И все-таки они опускают планочку по зарплате Появляется предложение для их уровня Выбирают, сравнивают Да, потом кандидаты, вот такие вот кандидаты амбициозные Несколько раз сходят на собеседование Уже не, они ходят не на практику Они ходят устраиваться на работу Работодатель задает им вопросы, на которые они ответить не могут То есть либо плохо учились в институте Либо не освоили эту программу институтскую И понимают, что уровень у них не дотягивает до 100 тысяч И потихоньку планка снижается Ну что ж, к сожалению, наше эфирное время не позволяет нам дальше с вами побеседовать Я напомню нашим уважаемым телезрителям Что сегодня в гостях у нас были Директора агентства по трудоустройству Ранья Иманалина И менеджер агентства по трудоустройству Олег Гридасов Спасибо вам, что пришли сегодня и поговорили с нами на эту животрепещущую тему Спасибо и вам Спасибо вам Ну а сейчас реклама, после которой информационный блок новостей Не переключайте